Международное радио Тайбэя из Китайской Республики на Тайбане. Международное радио Тайбэя из Китайской Республики на Тайбане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорит Международное радио Тайбэя. Мы приветствуем слушателей из Китайской Республики на Тайване. У микрофона Роман Покровский. В этот вечер после выпуска новостей вы сможете услышать урок китайского языка. Его, как всегда, подготовили Константин Попов и Инна Пушкина. Далее в конце часа вас ожидает беседа из цикла «Глядя с Формозы». Ее ведущий Василий Михайлов продолжит рассуждать о значении президентских выборов 2000 года для судеб Тайваня. Передачи вторника 22 января мы начинаем с перечисления заголовков новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Оппозиционные партии Тайваня прохладно встретили с формирования нового кабинета министров. На принадлежащем Тайваню острове Маадзу в проливе дожидается репатриации большая группа нелегальных приезжих из материкового Китая. Стоимость экспортных заказов из Тайваня в прошедшем году снизилась на двумрачную цифру более чем 11%. На чемпионате мира по баскетболу среди женщин сборная Тайваня встретится с сильнейшими соперницами – баскетболистками США, России и Литвы. Власти материкового Китая связывают уйгурское подполье на северо-западе страны с террористической сетью Осамы Бин Ладена. А сейчас новости из Тайваня в подробном изложении. Покидающий свой порт в ходе кабинетной перестановки министр финансов Тайваня Ян Цинчжан назначен представителем острова в ВТО. Это первое подобное назначение после вступления Тайваня во Всемирную торговую организацию вместе с материковым Китаем в начале сего года. Теперь Ян Цинчжан будет представлять торговые интересы острова в штаб-квартире ВТО в Женеве. Говоря о своем назначении, Ян Цинчжан назвал его как почетной миссией, так и большим испытанием для себя. Ян Цинчжан является автором книги об организации-предшественнице ВТО – Генеральном соглашении о тарифах и торговле – ГАТ. Тайвань был официально допущен в ВТО на министерском совещании, проводившемся в Катаре в ноябре ушедшего года. Заявка на вступление была подана за 12 лет до этого. Тем временем оппозиционные партии Тайваня прохладно встретили сформирование нового кабинета министра – администрации президента Чинь Шуйбеня. Днем раньше было объявлено об уходе прежнего премьера Джана Цинь Сюна, а также ключевых министров, включая министров иностранных дел и министра обороны. Партия Гаминь Дан в официальном заявлении усомнилась в административных качествах нового правительства, сформированного Демократической прогрессивной партией. Также утверждается, что прежнее правительство Джана Цинь Сюна не смогло эффективно управлять островом. При этом Первая народная партия отметила, что новый кабинет, так же как и предыдущий, не имеет навыков управления и вряд ли сможет взаимодействовать с парламентом. Срок премьерских полномочий Джана Цинь Сюна, длившийся год и три месяца, знаменовался кризисом в политике и экономике, а также противостоянием правительства с парламентом. Новый кабинет министров Тайваня во главе с Йоу Си Кунем, однако, характеризует себя как боевое правительство. Министерство иностранных дел в Тайбэе теперь возглавляет 56-летний Цзянь Ю Си, ранее бывший заместителем главы президентской администрации. Министром обороны стал прежний главнокомандующий генштаба Тан Яо Мин. Это первый уроженец острова на посту главы военного ведомства. Ранее его возглавляли только выходцы из материкового Китая, переселившиеся на Тайване в ходе эвакуации с 49-го года. Международное радио Тайбэя из Китайской республики на Тайване.